Кумтор Рудник находится на высоте 4000 метров над уровнем моря и практически со всех сторон окружен заснеженными горами и ледниками. В силу глобального потепления глетчеры тают, летом особенно активно. Так образовалось более ста лет назад красивейшее озеро Петрово, продолжение одноименного ледника. Отсюда берет свое начало и река, давшая название всей местности Кумтор. Вода – это необходимый ресурс для работы фабрики, и вода же – главная забота рудника. В нее не должно попасть ничего лишнего. Лед здесь на земле и под землей. Кумтор расположен в зоне вечной мерзлоты, почва здесь никогда не оттаивает полностью. Лед окружает и озеро Петрово. Берега озера, моренный вал тоже частично состоят из него. Только лед здесь подземный, погребенный. В настоящее время, по данным некоторых ученых, существует опасность прорыва нашего озера. Чем это обусловлено? Ну, в первую очередь, большое количество термокарстовых воронок, которые расположены на передовом вале самого озера. Это уже говорит о том, что в теле морены, вероятно, есть разница температур, которая способствует вытаиванию погребенных льдов, что в будущем может привести к образованию какого-либо грота и, соответственно, произойти прорыв в озеро. Термокарстовая воронка возникает в процессе неравномерного проседания грунта вследствие таяния подземного льда. В результате образуются пустоты или провалы. Их потенциальная опасность заключается в том, что берег озера может просто резко опасть, и тогда вода устремится в образовавшуюся пустоту. В настоящее время нашей компанией проводится комплекс исследований. Недавно закончены геофизические исследования непосредственно самой морены. Также будут проводиться буровые работы для того, чтобы оценить возможность снижения опасности прорыва данного озера. Инженеры компании уже сегодня разрабатывают проект по снижению уровня озера Петрово. Разница всего в 15-20 метров сделает главный источник воды на Кумторе практически безопасным. На сегодня озеро не прорвало только благодаря работе компании. К примеру, естественного стока было бы недостаточно, и водоем просто переполнился бы. Впрочем, инженерная служба готова к любому развитию событий и очень пристально следить за состоянием моренного вала. Сейчас мы находимся, так скажем, в базовой геотехнической станции. У нас их несколько по всему карьеру и расположены по всему карьеру и на других участках. Назначение данной геотехнической станции заключается в том, чтобы производить мониторинг непосредственно самого передового вала. Тахеометр на станции ведет съемку ежечасно. В случае резких изменений смещение отдельных мониторинговых точек специальная программа подаст сигнал в администрацию лодника и на карьер. С момента установки мониторинговых точек смещение морены так таковой не наблюдалось. Но в случае, если мы обнаружим смещение морены или каких-либо нарушений, будут приниматься меры, по которым мы будем делать анализ по мониторинговым точкам. Впрочем, специалисты готовы к любому развитию событий. Даже проводилось моделирование возможного прорыва озера Петрово. Установлено, что вода из него вряд ли сумеет дойти до ближайшего населенного пункта. Вся она просто разольется по долине реки Кумтор. Правда, может задеть один из углов хвостохранилища. Однако и к этому готовятся. Дамбу вокруг главного объекта системы очистки отходов производства регулярно укрепляют, проверяют и наращивают. Для контроля за состоянием дамбы, дамба на всю длину разделена на несколько сечений, если точно, на 12 сечений в данное время. И на каждых сечениях установлены контрольно-измерительные приборы. На дамбе установлено около 200 датчиков разного рода. Измеряется вертикальное и горизонтальное смещение, глубина залегания грунтовых вод, а также температура внутри грунта. Дамба хвостохранилища готова выдержать прорыв озера Петрово. Ни при каких условиях вредные вещества в окружающую среду попасть не могут. От них защищены как поверхностные стоки, так и подземные. Все дно здесь устлано специальной пленкой, да и вечная мерзлота – хороший барьер на пути любых загрязнений. Но Кумтор на экологии не экономит. Но тем не менее, в проекте указано, что укладка пленка ведется на внутреннем откосе дамбы от начала строительства дамбы. Поэтому мы не нарушаем этот проект и придерживаемся того проекта, который утвержден нашими государственными органами. Поэтому пленка, она на всю высоту будет укладываться во внутренние части откоса дамбы. И результаты анализов водных ресурсов вокруг хвостохранилища доказывают эффективность экологической программы. За дамбой отделом экологии ведется отбор проб, и по результатам анализа этих проб считается, что вода чистая, и мы исключаем фильтрацию воды через хвостохранилища, через дамбу хвостохранилища и под нее. Не попадают в воду и потенциально вредные вещества из других источников. К примеру, для того, чтобы отвалы пустой породы не могли повлиять на реки, были построены специальные обводные каналы. Сейчас мы находимся в долине Кичисарытор. Планом развития у нас предусмотрено складирование отвалов пустых пород в этой долине. Ранее здесь протекала речка Кичисарытор. Для того, чтобы отвалы можно было безопасно складировать и не загрязнять, так скажем, водной артерией нашей республики, был пройден канал обводной. Обводных каналов на Кумторе два. Второй уводит в сторону от хвостохранилища русла реки Арабель. Что же до талой воды под отвалами пустой породы, то ее откачивают насосами и отстаивают. Вода средника Саратор, она предварительно отстаивается в отстойнике, который представляет собой затопленную часть рабочей зоны номер один юго-западного карьера. В данном отстойнике оседает большая часть взвесей и далее вода уже вытекает практически чистая. В следующем году планируется устройство насосной станции на этой площадке. Видите, трубы. Все это сделано для того, чтобы в случае пролива нашего водоотводного канала, мы могли своевременно включить насос и, соответственно, избежать непредвиденных последствий. Нечто подобное делают и в карьере. Только вода из отстойников идет на производство, на фабрику. Получается экономия. И лишнюю влагу отвели, и воду из озера Петрова сэкономили. Еще один водный ресурс на Кумторе – это, конечно, лед. Он не течет, но смещается. Причем часть его пытается сместиться прямо в центральный карьер. Южный язык ледника Давыдова вот уже два года сдерживает специальное сооружение – внутрикарьерный отвал. До построения внутрикарьерного отвала скорость смещения ледника достигала до 170 мм в час. На момент строительства внутрикарьерного отвала скорости были неизменны. Первая стадия внутрикарьерного отвала была завершена в апреле 2014 года. После завершения были установлены мониторинговые точки и пробурены скважины для установки инклинометров и пизометров. Чтобы снизить давление ледника, его еще разгружают. Часть льда увозится на специальные ледовые отвалы. На данном рабочем участке происходит выемка льда. Как видно, работают два экскаватора Либер. Лед вывозится отдельно на ледовые отвалы. Порода и смешанный материал также на отдельные. То есть у нас по всему руднику практикуется раздельное складирование различных типов пород. В день вывозится около 50-60 тонн льда и около ледниковой породы. Водные ресурсы на Кумторе – предмет пристального внимания экологов. Вода как основа производства. Вода как основа жизнедеятельности. Вода как один из истоков крупнейшей реки Кыргызстана – реки Нарын. Впрочем, по сравнению с общим объемом бассейна реки Нарын, объем реки Кумтор невелик. Всего лишь около 0,04 от всего потока воды. Благодаря расположению крупнейшего добывающего предприятия в стране, озеро Петрово – самое тщательно наблюдаемое прорывоопасное озеро в Кыргызстане. Также и ледники Кумтора в зоне повышенного внимания. Их пытаются сберечь настолько, насколько это вообще возможно вблизи крупного производства. Ни одно вредное вещество не загрязняет реки – грунтовые и талые воды. В пяти километрах ниже границ рудника влияние производства на воду уже обнаружить нельзя. И это говорит о тщательном соблюдении всех международных экологических стандартов по управлению водными ресурсами. Кумтор – пример того, как надо правильно распоряжаться природными богатствами, насколько сильно бы они не были задействованы в производственном цикле. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok